Добрый день, в эфире новости. С вами Анна Москаленко и в начале выпуска расскажу о главных событиях. В Барнауле открылся международный алтаистический форум. Он собрал десятки ученых, экспертов по тюркологии и алтаистики из России, стран Центральной Азии и Европы. Подробности далее. Медиапроект команды региональной радиостанции Катунифэм вошел в шорт-лист Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Смотрите через несколько минут. 8 миллионов рублей направят из краевого бюджета на новое оборудование для профессионального тира в Бийске. Расскажем об этом в выпуске подробнее. В Алтайском госуниверситете открыли второй международный алтаистический форум. Первый форум в 2019 году собрал в Барнауле больше 100 участников. В этом году уже подано свыше 400 заявок от ученых из стран Большого Алтая, а также Германии и Дании. Форум собрал десятки ученых с мировым именем. Ведущие теркологи и специалисты по Центральной Азии собрались на Алтае, чтобы обсудить исторические исследования и современные процессы, происходящие в среде тюркоязычных народов, составляющих в России вторую по численности группу населения. По разным оценкам это около 40 миллионов человек. Алтайская земля, богатая историческим цивилизационным наследием, конечно, дает нам возможность для сотрудничества, для научных исследований, для образовательных проектов по алтаистике и тюркологии. И вот второй форум подтвердил около 300 участников онлайн и реально приехали к нам для того, чтобы обсудить проблемы совместных исследований. Исследования, которые не входят в отдельную границу государства. Это история, это археология, это этнография. В рамках форума эксперты из России и других стран проанализируют межгосударственное и межнациональное взаимодействие регионов и государств Большого Алтая. Этим уже много лет занимаются специалисты в рамках Международного координационного совета «Наш общий дом. Алтай». К сожалению, пандемические все условия, они для всех универсальны. И мы с 2019 года, наверное, были вынуждены немножко притормозить оборот. И думаю, как раз научного форума в этой череде мероприятий, которые межрегиональный совет реализовывал, как раз не хватало. Отдельный трек форума будет посвящен развитию сетевых, образовательных и научных проектов ведущих университетов Центральной Азии. На протяжении практически всего постсоветского периода не было исследований такого подробного этнографического характера, которые бы еще раз подчеркнули те изменения, которые происходят в традиционной культуре мировоззрения. И как эти тенденции развиваются в современной ситуации. Это очень важное исследование. Я очень рад, что к этому процессу подключены практически ведущие университеты, вот это вот ассоциация азиатских университетов. Форум пройдет с 30 сентября по 3 октября в Барнауле и Горно-Алтайске на базе двух государственных университетов. Он проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, Россотрудничества и правительства Алтайского края. Телеканал Катунь-24 является региональным информационным партнером форума. В Барнауле дорожники продолжают ремонтировать дороги по муниципальной программе развития дорожно-транспортной системы на 2015-2025 годы. До конца этой осени дорожники планировали заасфальтировать 32 участка в пригородных поселках Спутник, Пригородный и Борзовая заимка, а также частный сектор микрорайонов ВРЗ, Урожайный и Осипенко. На этой неделе дорожная бригада также приступила к асфальтированию улицы Северо-Западной. Кроме того, ремонтные работы проводят на улице Телефонной и Лениногорской. Общий объем более 46,5 тысяч квадратных метров на общую сумму 45,5 миллионов рублей. Алтайские врачи спасли жизнь сразу двум пациентам. Женщине со стопроцентным поражением легких и ее новорожденному ребенку с двусторонней пневмонией. Как медики боролись за жизнь мамы и малыша и в каком состоянии они сейчас, расскажет Алина Пенигина. На 26 неделе беременности жительница Барнаула Наталья Ломакова получила положительный тест на ковид-19. Спустя неделю самоизоляции ее состояние ухудшилось. Пришлось вызвать скорую помощь. Женщину увезли в 11 роддом. Там установили, легкие поражены на 35 процентов. Пациенток с такими показаниями направляют в пятую городскую больницу. Туда госпитализировали и Наталью. К этому моменту легкие были поражены уже на 100 процентов. Чтобы спасти маму и ее ребенка, на консилиуме врачи приняли решение везти пациентку в искусственную кому и провести операцию кесарево сечение. Последнее, что я помню перед комой, это как меня везли в реанимацию на каталке. То есть как меня спустили в реанимацию, все, а как вводили в кому. Нет, этого я уже не помню. Мне врач сказал, что у вас прокисарили, я ему не поверила. Потом мне муж сообщил, что у нас родился сын, я тоже не поверила. Потому что у меня было какое-то, я не знаю, спутанное мое сознание. И как мне в голове вообще творилось, что надо мной какие-то опыты ставят. То есть это не врачи меня спасают, а непонятно, где я нахожусь и что происходит. После недели в реанимации Наталья заново училась ходить. За жизнь малыша тем временем боролись реаниматологи перинатального центра ДАР. Туда женщина отправилась после выписки из 5-й городской больницы, чтобы проходить восстановление уже совместно с ребенком. Я пришла в реанимацию, мне его показали, то есть что он маленький, лежал в кювезе был, трубочка у него была кислородная стояла. Совсем малыш, совсем маленький был. Малыш Даниил родился недоношенным. Его вес был 1 килограмм 100 граммов. У мальчика диагностировали двустороннюю пневмонию. Это последствия внутриутробного ковида у матери. В течение 44 дней ребенок отходился в реанимации. 14 дней мы ребенку помогали дышать посредством искусственной вентиляции легких. В дальнейшем ребенок дышал самостоятельно, набирал вес, управлялся. Все дети, которые прошли через день реанимации гранатального центра, в дальнейшем до года наблюдаются в отделении катамнеза. То есть это отделение направлено на наблюдение тех детей, которые родились недоношенными, с какими-то проблемами. К моменту выписки Даниил набрал массу тела до 2 килограмма 700 граммов. Сейчас Наталья и малыш чувствуют себя отлично. Мальчик находится на искусственном вскармливании и продолжает набирать массу тела. Всего за этот год у 55 рожениц обнаружили ковид. Из них на аппаратах ИВЛ находилось 7 женщин. Алина Пенигина, Михаил Лифуншан. Новости. Медиапроект алтайских журналистов вошел в шорт-лист Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа». Команду региональной радиостанции «Катунифэм» уже пригласили на финал конкурса в Чечню. Наша съемочная группа побывала в гостях у коллег и узнала подробности. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире «Подъемная сила» в студии Настя Бодрова. Евгений Калашников. Всем большой-большой привет и отличного утром. И так уже три года. «Подъемная сила» выходит для жителей региона по будням. Программа радиостанции «Катунифэм» стала призером Всероссийского фестиваля «Голос Кавказа» в номинации «Утреннее шоу». Ежедневно над проектом работает команда универсальных журналистов. Профессиональный опыт одного из ведущих и по совместительству редактора Евгения Калашникова около 30 лет. Для меня радио – это однозначно здорово. Это моя жизнь просто-напросто, в которой я уже черт не знаю сколько лет. Странно говорить это на камеру, но потому что там не видно человека. То есть можно говорить в микрофон и выглядеть совершенно как угодно, в отличие от человека, который работает на камеру. Больше 10 лет Евгений ведет утренние программы на «Катунифэм». С 7 до 10 часов ведущие в прямом эфире знакомят жителей края с новостями, общаются со слушателями и разыгрывают призы. «Если нас отметили, это здорово, значит мы свою работу делаем не зря. Значит действительно это интересно, это нужно, это нравится. Ну и пример там у наших слушателей, которые каждое утро нам пишут, нас тоже взбадривают, скажем так, и желают нам всего-всего самого наилучшего». Творческую команду пригласили на подведение итогов радиофестиваля в столицу Чечни, город Грозный. В конце октября Евгений Калашников отправится на церемонию награждения победителей. «Второй случай, когда мы отправили свою работу в радиоконкурс, на радиофестиваль. То есть первый, это был в прошлом году в ноябре, с хрустальным микрофоном. Там, ну, первый блинком, возможно, не прошло, а здесь вот прошло». Из года в год меняется название программы «Формат утреннего вещания». Но неизменным остается стиль Катуни-ФМ, который любят жители нашего региона, а теперь еще и далеко за его пределами. Дарья Коншина, Николай Бойко, новости. 8 миллионов рублей направят из краевого бюджета на новое оборудование для профессионального тира в Биске. Именно в нем занимаются воспитанники спортивной секции, которая работает на базе спортивной школы номер один. «Это пневматическая винтовка. Я с нее стреляю. Весит 5 килограмм винтовка». Пятикилограммовая винтовка не самая тяжелая в занятиях по пылевой стрельбе. Совсем недавно воспитанники Бийской спортивной школы номер один тренировались в холодном бомбоубежище. «Начинали мы вообще в бомбоубежище, значит, при Бормаше. Там были условия, конечно, несравнимы с этими. Там не было воды, там не было отопления. Зимой температура доходила, ну, где-то 2-3 градусов жары». Затем спортсменам выделили помещение на базе Бийской гимназии номер два. На ремонт и оборудование из краевого и городского бюджета им выделили почти 12 миллионов рублей. Здесь оборудовали две стрелковые галереи, комнаты для общей физической подготовки и помещения для хранения и чистки оружия. «Место отличное как для тренировок, так и для просто подготовительного процесса. Здесь все есть. Единственное, какие-то доукомплектовывания, они еще произойдут. Денег уже выделили на это, достаточно много. Я, с своей стороны, просто попросил губернатора, и он пошел навстречу. В общем-то, здесь все будет по последним образцам». Совсем скоро «Бийские стрелки» получат еще 8 миллионов из регионального бюджета на обустройство Тира. Новый инвентарь они планируют закупить уже к концу этого года. Елена Самарина, Денис Кузьменко. Новости. К этому часу у меня все. Я напоминаю всем нашим телезрителям, что больше новостей вы сможете найти на нашем официальном сайте katun24.ru, а также в группах нашего телеканала в социальных сетях. Мы есть в Одноклассниках, в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграме. Присылайте свои темы, о самых интересных мы расскажем в следующих выпусках. С вами была Анна Москаленко. Не переключайтесь. Хорошего дня. Эфир продолжат мои коллеги.